Сегодня воскресенье, 11 апреля, в Москве 22 часа 3 минуты, и мы начинаем прямую трансляцию четвертой игры весенней серии «Что, где, когда» 2021 года. Наша жизнь играет. Против телезрителей сегодня играют Денис Галиакберов, Сергей Николенко, трехкратные обладатели «Хрустальной совы» Юлия Лазарева и Дмитрий Авдеенко. Двухкратный обладатель «Хрустальной совы» Ильман Талыбов и капитан команды, обладатель «Бриллиантовой» и «Хрустальной совы» Балаш Касумов. Против команды «Балаша» Касумова сегодня играют Дмитрий Другов-Ровеньки, Елена Кравченко-Лубны, Валерий Белянин-Якутск, Иван Покровский-Концов. Сектор «Блиц», Анастасия Скрябина-Одинцова, Ирина Гуляева-Химки, Анна Ермачонок-Борисов, Сектор «Супер-Блиц», Роман Румянцев-Бор, Полина Игнатьева-Крук, Витебск, Ирина Фомина, Великий Новгород. Тринадцатый сектор. Весенние игры «Что, где, когда» телезрители против «Снадаков». Играем до шести очков. Счет 0-0. Первый раунд. Итак, добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые издатаки. Господин Козумов, добрый вечер. Добрый вечер, господин Козумов. Вы знаете, после победы команды Андрея Козлова на прошлой неделе со счетом 6-5, вы так радовались и обнимались и с Козловым, и со Скипским. Я чуть не прослезился. Честно вам признаюсь. Балаш, это наверняка связано еще и с тем, что после такого результата сегодня вас устроит победа с любым счетом. И ваша команда в этом случае сыграет через неделю в финале. Это связано с тем, что друзья победили, и мы были очень этому рады. Вы друг за друга болеете. Да, я уверен, что это так и есть. Витебск. Против вас играет мастер-кукольник Полина Игнатьева Круг, город Витебск. Полина трижды играла с телезрителями, господин Козумов. И трижды... Можно Балаша? Да. И, между прочим, с вами тоже она играла. Помните ее вопрос в финале года, который вы из-за этого вопроса проиграли, про русский мороз? Да, помню. Это как раз был вопрос Полины. Внимание, Айвазовский! Перед вами картина Ивана Айвазовского, написанная в 1873 году. Тонет корабль. Команда из последних сил борется со стихией. Но есть надежда на спасение. На небе появляется радуга. Сначала художник назвал... Ну, достаточно картину уже. Сначала художник назвал картину «Шторм». А потом все-таки решил назвать «Радуга». И для усиления эффекта нашел новое для себя решение. У нас за кулисами находится предмет, подобный тому, что помог Айвазовскому. Внимание, вопрос. Что это за решение и что у нас за кулисами? Зеркало может быть слева поставить, то есть он написал сначала радугу справа, а потом ты слева направо как бы на картину смотришь. А это решение чего, в чем проблема-то была? Это я понял. Какие-то мыльные пузыри или что-то такое. Что помогло линия для чего? Призма может быть, кстати, он уже нарисовал радугу, он уже переименовал в радугу. Что-то новое он сделал. А, камера в скуре, а в проекте какой-то... Камера в скуре, стакан, через стикл его стал смотреть. Камера в скуре, а что это может быть камера в скуре? Очки, очки, очки нет. Если фотоаппарат, подумайте, действительно. Нет, а импрессионисты тоже больше фотоаппарат фотографиями. Вот эта вот туманка, но корабль уже в прошлом, зеркало есть. Ему надо было радугу нарисовать. Вот решение какое я нашел? Зеркало все-таки. Ну непонятно, что делать, а что он делал. Да, призму и нарисовать. Ну а что он именно сделал? Какое необычное для себя решение? Смечка какая-то? То есть, например, поставил какой-то шар с водой, от него блики пошли. Прошу вам, прошу, Балаш, кто отвечает? Эльман Талыбов попробует. Прошу вас, Эльман. Добрый вечер. Здравствуйте, Эльман. Нам показалось, что, может быть, эта картина изначально была как бы отзеркалена, и радуга тогда получалась бы справа. И Авазовский, он переписал картину таким образом, чтобы в первую очередь взгляд как бы ловил именно радугу, да? То есть, она оказалась слева, а помогло ему, возможно, зеркало. То есть, он переписал картину или что вы имеете в виду? Зеркало? Ну, он как бы отзеркалил картину, получается, да. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Авдеенко, Дмитрий. Да, господин Авдеенко. Ну, вы в обе-команде известный специалист по изобразительному искусству. Скажите, а вот что имелось в виду, на ваш взгляд, для усиления эффекта? Что усиливать-то надо? Ну, вы знаете, я когда уже Эльман отвечал, я подумал, что, может быть, он радугу сначала не в том месте нарисовал, или ее не было. Эффект же, нет, радуга на месте, нужно эффект усилить. Вот смотрите, появляется, нет, на картину смотрите, на небе появляется радуга. То есть, видите, она едва заметна. Да вы от камеры все время убираете, уже оставьте картину в покое. Она едва заметна, вы согласны? И вот этот эффект радуги нужно было усилить. Она, как я говорил, появляется. Айвазовский специально заказал для этой картины, посмотрите, черную рамку. При таком контрасте радуга визуально кажется ярче. До этого он использовал только рамы золотого цвета. 1-0 в пользу телезрителей. Полина Игнатьева Круг четвертый раз подряд обыгрывает телезрителей и получит 50 тысяч рублей от банка ВТБ. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом» Андрей Теремистов. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, господин господин. Вы иногда недовольны тем, что в спорных ситуациях я чаще всего принимаю сторону телезрителей. Надеюсь, на прошлой игре я перед вами реабилитировался. Ну, господин ведущий, я не ожидал, что это так заметно, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что все ваши решения, господин ведущий, всегда взвешены, всегда разумны и справедливы всегда. Но на прошлой игре, господин ведущий, вы были справедливы, как никогда. Благодарю вас. А интересы телезрителей извещает вице-президент Банка ВТБ Дмитрий Бритон-Бихер. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Как раз по поводу прошлой игры, там был очень напряженный момент, и я забыл выплатить компенсацию телезрительнице за вопрос о Моле. Поэтому, да, поэтому Геф-Хармиджидова из Баку получат 150 тысяч рублей от Банка ВТБ. Исподин Бритон-Бихер, вы, наверное, оговорились, почему 150, 100, наверное, 100 тысяч рублей. Нет, подождите, 100 тысяч это телезрители получают в случае, если ответили знатоки при помощи клуба. Да. А когда знатоки отвечают при помощи ведущего, 150, это минимум. Второй раунд. Так, мне нужен на помощь господина Николенко. Сергей, вы ведь математик по образованию, да? Да, господин ведущий. Вам не кажется, что господин Бритон-Бихер моя помощь как-то недооценил? В половину меньше клуба. Вполне возможно, господин ведущий. Это при том, что я точно знал ответ. Господин ведущий, я думал, что господин Черемисинов, может быть, даже вам хрустальный атом даст, как лучшему знатоку команды Козлова. Сергей Николенко, а я знаю, что вы занимаетесь искусственным интеллектом. Скажите, когда-нибудь я заживу до времени, когда буду играть с искусственными знатоками? Господин ведущий, вот это одна из самых сложных задач пока что-то. Давайте сверху посмотрим. Лубны. Против вас играет предприниматель Елена Кравченко, город Лубны. Господин Косумов, а что вы любите поесть? Все. О себе подобных? Не пробовал. Это слово «словоед». Внимание, вопрос. Скажите, что так назвал писатель Виктор Кротов? Можете и пример привести? Слово «словоед». Может быть, как слово сударь, но как бы съед. Словоед. Словоед. То есть оно седает другие слова. Седает или сама поседа, да? Местоимение. Примерный. Местоимение. Местоимение. Аббревиатура. Это слово «словоед». Аббревиатура. Там, ути, комсомолки, например. ЧГК. ЧГК. То есть оно сокращает слова. Что еще может быть? Словоед. И мы можем привести пример. Да, то есть это все-таки какое-то слово. Местоимение тоже есть. Аббревиатура есть. Что еще? Что-то сокращает, делит слово, да? Если остановить. То есть ты говоришь это, и перестаешь. Мы-то знаем, привинание. Словоед. Слово «паразит». Давайте, что еще? Слово «ед». Можно что-то вроде кроссвордное там. Как еще сокращает слово? Знаки какие-нибудь. Что еще сокращает? Аббревиатура? ЧГК. Нет, там много чего может быть. Ребят, давайте еще что-то. Хорошо. Ну и еще что-то, наверное, что-то... А, господин ведущий... Прошу. Юля Лазарева. Прошу. Юля, прошу вас. Да, господин ведущий, мне кажется, что это слово «словоед» — это аббревиатура, потому что она съедает, сокращает слова. И как пример можно привести ЧГК — сокращение от «что, где, когда». Или вот, например, передо мной лежит конверт, на котором написано «БАМ» — «Байкало-Амурская магистраль». Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Касумов, как-то вы странно себя вели в этой минуте. То ли я вас с разговорами о еде сбил, и вы теперь о другом думаете. Ну, где-то на 20-й секунде ваша команда сказала аббревиатура, потом вы секунд 30 ничего не делали, а потом вы за 10 секунд до конца сказали, «Ребята, так много чего, может быть, давайте еще обсуждать». Нет, просто за 10 секунд до конца тишина образовалась, и надо было еще доработать 10 секунд. Госпожа Лазарева, 1-1. Уважаемые телезрители, после годичного отсутствия сегодня к нам заглянул наш старый знакомый Михаил Борщевский. Добрый вечер. Михаил, расскажите, как прошел для вас этот год? Вы превратились в телезрители? Ну, в какой-то мере, да. В личном плане, там, выпустил двухтомник по наследственному праву, пьесу написал, отметил 45 годовщины свадьбы, 65 свои, то есть насыщенно. А в качестве телезрителя очень интересно было смотреть за передачей, потому что другие совершенно ощущения. Значит, ну, ваша деятельность как ведущего не обсуждается. Да, лучше не надо. А вот что касается работы операторов, мне очень понравилось, когда операторы крупным планом берут лица игроков во время обсуждения. Вот этот нерв обсуждения, он очень хорошо чувствуется, он передается через экран. То есть такое ощущение, как будто ты в зале. А из недостатков хочу сказать такую штуку, что мне, как телезрителю, не хватало времени рассмотреть картинки. То есть вначале оператор показывает картинку, когда ее выносят. Потом ее нету. А знатоки обсуждают, что на картинке. А я ее не вижу, я не понимаю, о чем речь идет. Я знаю, Борщинский. Ну, хоть вы и не обсуждаете меня, у меня есть ответ на ваш вопрос. Я не сомневался. А вы, наверное, не знали, что изображения, которые демонстрируются знатокам, нужно внимательно рассмотреть во время прямого эфира в наших социальных сетях. Например, в Инстаграме. А кто такое Инстаграм? Я, простите, не знаю. Госпожа Потанина, у вас будет время. Елена, я вас попрошу Михаилу Юрьевичу объяснить, пожалуйста, что такое Инстаграм. Третий раунд. Кстати, об интернете. Уважаемые телезрители, как всегда, во время прямого эфира вы можете присылать свои вопросы в 13-й сектор. Адрес в интернете 13.tvigra.ru Ваш вопрос может сыграть прямо сегодня. А для участия в последующих играх присылайте у вас свои вопросы по электронной почте вопросsobakatvigra.ru по почте Ну или заполните форму на сайте ТВ-игра. Господин Никольенко, мы с вами не совсем закончили. Итак, скажите, пожалуйста, вот когда-нибудь я сыграю с искусственными знатоками? Господин ведущий, боюсь обещать. Одна из самых сложных задач. Не могу представить. Ну как вам кажется, проще смоделировать искусственного знатока или искусственного капитана? Тонкий вопрос. Наверное, знатока. Якутск. Якутск. Против вас играет Валерий Белянин из Якутска. Вопрос снят самим телезрителем. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Я Валерий Белянин, следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Саха-Якутия. Мой коллега, бывший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Николай Вениаминович Иванов в книге своих воспоминаний привел один забавный случай. В 70-е годы руководство УВД города Мурманск добилось того, чтобы в местных газетах стали заблаговременно публиковать даты и время прибытия в порт тех или иных судов. Внимание, вопрос. С какой целью это было сделано? Чтобы карманики собирались сюда, чтобы карманики... Ну просто воры, которые разрушают вот эти суда, потому что у них карта была на заднем. Вот карта... Зачем это было в видеах? В 70-е годы заранее объявляют тех или инок судов. А какие-то вы там за годы давали эти даты. Неные суда, и специальные какие-то. А если бы это было неправильно, быстро просекли бы. Контрабанда, контрабандисты. Ну это тоже поняли бы. Контрабанда? Ну контрабанда, они, наверное, знают, что когда, что и без этого. Вот кому-то надо было туда завлечь, да, ребята? Кто придет? А может быть, чтобы как раз все знали, что там будет? Они приходят встречать, и приходят те, кто хочет... Может быть, домашники, наоборот, те, кто дома? А может быть, чтобы любовники, например, успели уйти? Да, и было меньше бытовых преступлений. А зачем это... Меньше бытовых преступлений, потому что любовник не успевает? Квартира пустая остается. Ну нет. Надо завлекать карманников, нет? Ну, карманников непонятно. Это не очень интересно. Итак, кто будет отвечать? Эльман Талыбов опробует. Прошу, Иван. Ну, возможно, таким образом, к порту... Ну, то есть, это объявление видели люди, которые занимались преступной деятельностью, да, воры, карманники, и они приходили, соответственно, в порт. И их там уже поджидали милиционер. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Косун, Мурманск, город портовый. У вас сидит опытный человек в этом вопросе. Моряки часто надолго уходят в море. Руководство ОВД решило оповещать жителей города о времени прибытия кораблей в порт, чтобы снизить число преступлений на почве ревности, как говорил Денис Галиадберов. Женам, господин Косумов, лучше знать, когда вернутся мужья. На всякий случай удивительно, что вы с Эльманом Талыбовым этого не знаете, а Денис Галиадберов знает. Но, к сожалению, вы проигрываете 2-1 в пользу телезрителей. 60 тысяч рублей заработал Валерий Белянин из Якутска за этот симпатичный вопрос. Уважаемые телезрители, букмекерскую компанию «Винлайн» в клубе «Что, где, когда» представляет спортивный комментатор Денис Казанский. Денис, добрый вечер. Добрый вечер, господин Галиадберов. Скажите, пожалуйста, я все время думаю только об одном. Что нам делать с «Супер Блицем»? Не просто не выигрывают, даже теперь уже на один вопрос ответить не могут. Я уже просто в отчаянии. Ой, да вы и не думайте, и не отчаивайтесь. Вспомните, как у Кэролла скоро станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно. Потому что, когда ты играешь с «Винлайн», ты в любом случае побеждаешь. Вот совсем недавно я рассказывал про юбилейный тур игры «Х5». В розыгрыше было тогда в призовом фонде 5 миллионов. 4 человека разделили между собой этот приз, стали миллионерами. Ну а вообще за все время игры «Х5» в розыгрыше было 208 миллионов, и 32 человека стали победителями, они стали миллионерами. Обалдеть можно. Да, так что все могут присоединиться к этой замечательной миллионерской компании. Для этого нужно скачать мобильное приложение «Винлайнс», пройти нехитрую регистрацию и получить бесплатно купон для игры «Х5». Благодарю вас! Сейчас все делают то, что вы сказали, а мы смотрим рекламу на Первом канале. Через неделю определится судьба главного приза весенней серии «Что? Где? Когда?». «Крустальная сова» будет вручена лучшему игроку победившей команды. А если победу одержат телезрители, автор лучшего вопроса получит еще и карту банка ВТБ на сумму 500 тысяч рублей. Четвертый раунд. Господин Толыбов, Эльман. Да, господин Ильич. А вы знаете, как назывался самый первый выпуск программы «Что? Где? Когда?» Он был с семьями, да. Семейный, наверное. Семейная викторина «Что? Где? Когда?». Вы знаете, Эльман, смысл этого названия до меня окончательно дошел, когда я узнал, что вы поженились с Юлией Лазаревой. Я как-то наконец понял, почему это была семейная викторина. Эльман, скажите, ну вообще ведь с родственниками играть тяжело. Вы не задумывались о том, чтобы в разных командах поиграть с Юлией? Мне кажется, мы с Юлией стали родственниками немножко раньше, чем поженились. И уже успели поиграть вместе. Я не верю. Ровеньки. Это что-то удивительное. Уважаемые телезрители, четыре... Нет, три игры не выпадал этот вопрос. Трем командам он не достался. И вот, ну наконец, против вас играет горный мастер Дмитрий Другов. Город Ровеньки. Господин Галиагберов, я знаю, что я уже понял, в чем вы разбираетесь хорошо. В морских обычаях, да. А вообще вы рукастый, что-то руками сделать любите, можете, чините что-нибудь, нет? Ну если по инструкции... Я понял, понял, понял. Тактичная ответственность, спасибо. Внимание, таз и солома. С вами Косумов. Лет 50 назад деревенские дети при помощи этих предметов изготавливали одно приспособление. Внимание, вопрос. Что они делали с этим приспособлением? И чего не хватает, чтобы его изготовить? Как-то поджигали. Какой-то шанс. А солома для чего? Чтобы мягче было. А чего не хватает? Веревки, да, чтобы тащить. Хорошо, только это вот дальше. Давайте так, чем-то не маним. Не, ну может просто маним. Эти можно начистить до блеска. А, подождите, так. Может тогда вот эти качели? Качели, а то есть солома ничего. А, берёвок за время в сочи. А соломы можно до блеска начистить. Вряд ли они этим понимают. Я думаю, что всё-таки положите. То есть что будет? Мясо, да. Ловить кого-то. Может быть кого-то ловили таким образом? Да, вот палочку подставляли. Не хватать сыра, например. Вот, если вот так делали. Сюда клали палку и кого-то ловили сюда. Это как его... А чего не хватает? А чего не хватает? Это жилок там для кошки, для собаки. Это корм? Какой? Нет, ну кому-то. Мышей ловить всё-таки нет. А что? Ну вот так, если поставить, палку поставить. Мышь не придёт, пойдёт. Кто всё это убирать будет? Скажите, господин Солома. Солома не нужна для мышелов. А чего не хватает? Итак, Юлия Лазарева ответит. Юлия Лазарева, прошу. Нет, не надо, спасибо. Господин ведущий, мне кажется, что из таза и соломы можно сделать санки. Солому положить внутрь, чтобы было мягче сидеть. А не хватает поводка, верёвки, которую можно привязать к этому и, соответственно, тащить за собой, как санки. Ну, по крайней мере, мне кажется, что можно сделать таким образом санки. Теперь, внимание, правильный ответ. Дети наполняли таз водой. Вот чего вам не хватало. Клали в него солому и выносили на мороз. За ночь получалось. Посмотрите. Ледянка. На соломе сидеть удобнее и одежда не промерзает. Ну, очень близко, но, к сожалению, да. Три-один. 70 тысяч рублей получит Дмитрий Другов из города Равиньки. Госпожа Лазарева. Ну, какая же мама даст портить таз? Рабочий. Маму можно было не спросить. Древенские мальчишки могли бы... Ну, чуть-чуть вам не хватило, Юль. Ну, прям, ну, чуть-чуть. У вас направление, в принципе, было верно. Пятый раунд. Господин Авдеенко. Да, господин. Вы с Юлией Лазаревой и Балашем Касумовым играете в этой команде со дня ее основания, с 2007 года. Почему, на ваш взгляд, именно из вашей команды игроки уходят в капитаны? Вот и Равша Наскиров уходил. Теперь и Елизавета Авдеенко ушла. Ну, Михаил Скипский и Владимир Антохин ушли... Нет, не в капитаны именно, Дмитрий. Слушайте вопрос. Почему именно в капитаны? В капитаны именно из вашей команды. Из других команд никто не уходит в капитаны. Только из вашей. Может быть, на Балаш хотят быть похожи? Ну, может быть, они видят, что это единственная возможность для роста дальнейшего? Не знаю. Великий Новгород. Что-то, судя по нашей беседе с вами, Дмитрий, вы, по-моему, вообще... Дима не уйдет в капитаны. Нет, точно нет. Ирина Фомина против вас играет город Великий Новгород. Давайте. В 2016 году в музей «Царское село» поступила новая коллекция старинных предметов. Для демонстрации тех экспонатов ничего подходящего ни в музее, ни в продаже не нашлось. И пришлось делать специальный заказ. Внимание, вопрос. Что же пришлось заказывать и в чем была проблема? Какие-то старинные предметы? Дальше не поймем манекенов. Что еще может быть? В 2016 году? Какие старинные предметы? В сентябре связано. В музее не оказалось, ни в продаже не оказалось. Старинных предметов. Это ферия. А ферия не было. Что-то аналогично будет в продаже. Пришлось заказывать. Я понимаю. Давайте через предметы. Какие старинные предметы могли привезти? Почему 2016 год? Ну, с года можно? Юбилей какой-то. Как еще демонстрируют предметы в музее? Манекенов, да. Манекенов ставят, растягиваются. Какие-то демонстрируют. Итак, кто будет отвечать? Вот как раз Дмитрий Авдеенко ответит. Дмитрий, прошу вас. Ну, мы думаем, что поскольку со временем люди меняются в пропорциях и в размерах, речь идет о таких старинных предметах, как одежда, и, соответственно, ни в самом музее, ни в продаже не нашлось подходящих манекенов и пришлось делать на заказ. Манекены. Толь, внимание, правильный ответ. Дмитрий, все дело в том, что платье женщин начала 19 века сейчас в пору только десятилетним девочкам. Музею пришлось специально заказывать манекены. 3-2. Дмитрий Авдеенко сокращает разрывчеты. Поздравляю вас. Ну, наконец-то, Дмитрий, я с вами побеседовал. Дмитрий, смотрите, как пошло. Вы, когда мы разговаривали на волчке, да, вам понравилось и сразу, сразу все пошло. Госпожа Авдеенко, теперь мы не будем путаться. Вы в другой команде. Вы столько лет играли в этой команде, стали первой в клубе с женщиной-магистром, а сегодня наблюдаете за командой Казумула со стороны. Скажите, вам тяжело это дается? Я переживаю за ребят, да, тяжело. Ну, а как вам их игра без вас? Пока непривычно, вы знаете, со мной как-то привычнее. Сегодня у вашей подруги по команде двойной праздник. Юлия Лазарева проводит свою 50-ю игру в клубе. Юлия, это памятная медаль ваша. Я вас поздравляю. И самое удивительное, Юлия, что это произошло в день вашего рождения, с чем я вас тоже поздравляю. И прошу вас меня извинить за то, что не дал вам возможность отпраздновать. Ну, так получилось. Я очень давно мечтала, чтобы игра пришлась на мой день рождения. Ну, вот видите, вы хотели, и так все получилось. Шестой раунд. Уважаемые телезрители, Юлия Лазарева стала девятым в истории клуба знатоком, сыгравшим 50 игр. До нее это удалось Александру Друзю, Максиму Поташову, Виктору Сидневу, Андрею Козлову, Алексею Капустину, Олесю Мухину, Равшану Аскерову даже. И Дмитрию Авдеенко. А десятым, скорее всего, будет либо Борис Левин. Борис, вам осталось две игры. Либо Михаил Мун. Ему не хватает трех игр. Посмотрим, кто опередит. Юлия, вы действительно хотели играть в день рождения? Да. Мне вас трудно понять. Вы знаете, у меня день рождения в августе, я настолько привык, что никто ничего не делает. Констанц. Против вас играет научный сотрудник Иван Покровский. Город Констанц, Германия. Госпожа Лазарева. Аристотель считал, что они либо меняют наряды, либо прячутся в норы. Карл Линей утверждал, что некоторые из них сбиваются в кучи в камышах, а потом уходят под воду. Английский просветитель 17 века даже предположил, что они просто перемещаются на Луну. Внимание, вопрос. На какой вопрос искали ответ эти ученые? Куда улетают птицы? Это перелетные птицы почти вот с... А, где раки зимуют? Не, 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 точно про... Аристотель точно про птиц что-то такое говорит. Я просто... Сложно. Это какие-то конкретные птицы, типа ласточек? Или вот просто? Я поэтому не знаю. Где раки зимуют? Слушайте, ну раки где зимуют, это русский вопрос. Почему Аристотель ласточек точно был в... Гусеницы куда деваются? То есть непонятно, они превращаются в... Прячутся в норы. Прячутся в норы. Это нормально? Камыша. Да, или ухалай под воду. Уходят просто под воду. Хорошо. То есть мы ищем животных, которые непонятно куда деваются. Да, да, да. Какие-то моменты. А может, типа, непонятно, откуда появляются мыши, типа, сомнение, рождаются? Нет, появляются, они исчезают, они, получается. Да, они исчезают в лимитре. Окей, хорошо, две версии. Давайте дальше еще. А если не совсем животные? Если метафизика какая-то? Ну что, у них насекомые какие-то. Нет, давай попробуйте. Господин ведущий, отвечать будет Денис. Хорошо, Денис Галиаберов. Вопрос был, кажется, на какой вопрос они искали ответ. Да. Куда исчезают перелетные птицы? Это абсолютно правильный ответ. Счет становится 3-3. Господин Галиаберов и команда. Только в начале 19 века, после того, как в Европе нашли, посмотрите на экран, аиста со стрелой, а стрела была из дерева, который растет только в Африке, ученые поняли, куда пропадают птицы зимой. И вот какой случай к этому привез. Госпожа Лазарева, скажите, а вы вот птицы улетали на Луну, а вы когда-нибудь сталкивались с кем-то из других цивилизаций? Может, кто-то с Луны? Бывали у вас такие случаи? Нет, но еще одна история заключается в том, что я немножко такой космический ребенок, потому что меня назвали в честь Юрия Гагарина. Поэтому с Луной и с космосом у меня с детства много всего связано. Ну, тогда музыкальная пауза. Я не живу, я в мире слез От всех далек и одинок Мои слова сплошной курьез Я вижу мир наискосок Мне людям верят, а в людей В дорогу прошлое зовет Мы очевидцы счастья многих идей Любовь незримо нас ведет Я гость, я просто лунный дождь Не бей разбитое стекло Оставь на память десять роз И десять строчек про любовь Мне людям верят, а в людей Не бей разбитое стекло Стучусь я в дом, где нет дверей Я гость, я просто лунный дождь Мне нужен воздух позарез С Луной за полночь диалог Я к совести в долги залез, ох, залез И для крючка ищу предлог Что могут слезы ничего Простить, жалеть и вспоминать Итог не может одного, одного Простить, надеяться и ждать Я гость, я просто лунный дождь Не бей разбитое стекло Оставь на память десять роз И десять строчек про любовь Мне людям верят, а в людей Не бей разбитое стекло Стучусь я в дом, где нет дверей Я гость, я просто лунный дождь Не бей разбитое стекло Мне людям верят, а в людей Не бей разбитое стекло Стучусь я в дом, где нет дверей Я гость, я просто лунный дождь Филипп Киркоров, спасибо 22 часа 50 минут в Москве Позвоним Казанский, ну что, пока не удалось прочувствовать мощь команды Косумова? Или вам кажется, что они, это и есть мощь их команды? Нет, вы знаете, мне кажется, что до определенного момента команда мучилась А вот после манекенов Дима Авдеенко, как будто это такой триггер И они пошли, пошли, пошли вперед, это очень здорово Но тем более, что здесь столько титулов за столом, сколько людей в зале Ну и это останется с ними навсегда, как и большая выигрышная ставка для тех, кто играет с Винлайн И ее можно тоже всем показать и ей гордиться через любые соцсети Это сейчас доступно в мобильном приложении Винлайн Главное, мне это все запомнить Благодарю вас, Денис А мы продолжаем игру Счет 3-3, седьмой раунд Господин Казумов, долгое время, я помню, Эльман Талыпов был у вас в команде единственным игроком без титулов Теперь он уже двукратный обладатель «Хрустальные совы», то есть с этим вы справились Теперь у вас еще двое Вы воспринимаете это как свою задачу? Это серьезная для меня мотивация, господин ведущий Абалаш, 2015 года ваша команда, если и терпела поражение, то только в зимних сериях В обычных сериях вы выигрывали с общим счетом 8-0 Но что самое интересное, в шести случаях с отчетом 6-5 Вот как вам удается от счета 5-5 всегда выигрывать? Ну просто мы не сдаемся и боремся до последней секунды Одинцова, сейчас 3-3 Против вас играет экономист Анастасия Скрябина, город Одинцова, Московская область В 50-х годах 20-го века один американский служащий составил список почти из 200 слов Посмотрите на экран Это лишь некоторые для примера Слова незнакомые Но одно слово, которое было в этом списке, вы точно знаете Внимание, вопрос Что это за слово и где работал этот служащий? Я не хочу ставить, но ягуары Или икока, наверное А вот мастер Нет, мы не можем Ребята, это просить В названии чего там вы думали, очевидно? Космическое, космическое подумание Как-то Аполлон? Не, 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 это 60-е, 20-е Рановато Ребята, скорее всего это неизменно Если какая-то песня в припеве, там, типа, тула Индейских языков Что-то на аго, эго Какая-то игра, название А может дженго? Дженго это игра А что? Дженго это какое-то древнее слово Дженго это брендом На о, на о заканчивается На о Как это спиранто? Бинго Спиранто? Спиранто раньше Бинго? Бинго Раньше Ребята, от жеронима, вот то, что они кричат А ну, скажите, я работал, второй Я работал Служащий американский Прокосович, все-таки подумайте А, это может быть что-то сигнал, типа, не сос, а что-то другое А, позывной какой-то? Позывной какой-то Аполло Придумал, нет, Аполло Программа Аполло, когда началась Аполло, ну давайте Пятидесятые Позвание дали Прошу Эльман Талыбов попробует Прошу вас, Эльман Ну, мы очень надеемся, что это вопрос про космос Этот случай работал в НАСА А знаем мы название Аполло Она тоже заканчивается на О А вы прочитали хоть раз вслух, что там написано? Прочитайте, прочитайте вслух Так, давайте не все вместе, а Эльман Талыбов читает шесть слов ЦИЗАБО, ХИЗАГО, ХИПАХО, ХАКЖАГО, ШЕШЕГО Ничто не напоминает американского вам? Нет, к сожалению Внимание, правильный ответ А какие вы вообще знаете американские слова, которые заканчиваются на ГО Кроме БИНГО Которые вы говорили Ну так мы искали все минуты Причем обратите внимание, начинаются с заглавной буквы Все Начинаются с заглавной буквы Этот список составил работник почтового отделения Он собрал примеры того, как неграмотные люди В 50-х годах писали на конвертах название города ЧИКАГО 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 Четыре-три 80 тысяч рублей получит экономист Анастасия Скрябина из Одинцова Уважаемые телезрители По окончании этой игры Лучшему знатоку будет вручен Хрустальный Атом Традиционный приз Госкорпорации Росатом А определит лучшего Андрей Черемисинов Звони Черемисинов Да, господин В этой серии все время проявляют себя новички Сегодня в этой команде Абсолютный новичок Это Денис Голиатберов Потому что Сергей Николенко однажды уже играл в этой команде Как вам игра Дениса сегодня? Знаете, господин ведущий Несмотря на то, что Денис взял на вооружение тактику перехода из команды в команду Для того, чтобы как можно дольше оставаться в статусе новичка Лично я его новичком не считаю Это опытный игрок И он возмужал И судя по тому, что он дал правильную версию на вопросы о внезапно возвращающихся моряках Это личное тому подтверждение Причем и об улетающих птицах тоже, господин Черемисинов И вот неожиданно возвращающиеся моряки и улетающие птицы Это вот Денис Голиатберов Восьмой рампу Денис, честно говоря, я умышленно долго не беседовал с вами Чтобы вы смогли осознанно ответить на мой вопрос Каково это играть в команде Балаша Касумова? Вы знаете, очень ответственно То есть, в принципе, игру многих этих людей я видел, когда еще только начинал смотреть, что где когда Вот мы узнавали, когда кто начал играть И там не то, чтобы вот прям сильно после моего рождения Скажите, а вы можете сформулировать, в чем разница? В чем разница? Разница между чем и чем? Между вашей бывшей командой и игрой в этой команде Что для вас сложнее? Что проще? Ну, кажется, что меньше ожиданий лично от меня Потому что, вроде как... Меньше ответственности Ну, такие мастодонты играют Так, спасибо В хорошем смысле опытные люди Вот Но это скорее хорошо Химки Итак, против вас играет журналист Ирина Гуляева Город Химки, Московская область Один известный педагог давал начинающему ученику такой совет Не спеши Представь, что это твоя зарплата Ты должен не сразу ее израсходовать А распределить на длительное время У нас за кулисами находится и тот предмет, что был в правой руке ученика И тот, что был в левой Внимание, вопрос Что там? Смычок, скрипка Но это может быть... Смотрите, кисти мольберт может быть... Ну, как кисти... Выносливость... То есть это некий стайерский... Керпение... И сразу все израсходовать И сразу... Что еще расходуется, да? Что-то разбрасывается Типа, я не знаю, мыльные пузыри Кисти краски Ну, это не то, не мольберт Хорошо, дальше... Непонятная энергия Обе руки должны быть заняты Известный педагог Известный педагог, да Если это музыкальный инструмент, известно, сказали... Известный педагог... Если это не музыкальный инструмент, то что это может произойти? Какие педагоги? Что-то в правой левой твоей руке, да? Теннисный мячик с ракеткой Что еще? Меч и щит... Я не знаю... Что-то, что... Не вложить мяч и ракетка Ты пересчитываешь Не вложить... Сдаешь... Мяч и ракетка Мяч и ракетка Вот что еще может... Спортивное есть, понимаете? Если вот пересчитывание какое-то... А может быть, это какой-то священник и эти... Скрипка измеченных Да, хорошо Что-то, что раздают Кто отвечает? Денис отвечает Денис Голиатберов, прошу вас Да, мы предполагаем, что за кулисами находится скрипка и смычок Соответственно, нужно правильно распределить свои усилия, свою энергию Теперь, внимание, правильный ответ В руках у ученика были... Посмотрите... Смычок и скрипка Ну, не веди так быстро! Это ж зарплата! 4-4 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господин Аскеров, вы все время стоите с отсутствующим, я бы сказал, скучающим взглядом С чем это связано? Вы же играли и в команде Козлова, и в команде Косумова Вы за кого болеете? Я? Да Если я правильно помню Весенний серий А, весенний серий Да, если я правильно помню, при каком условии я могу собрать команду Так, Господин Порщевский, а вы за кого болеете? За столом таких игроков нет Не понял Ну, я объяснил У нас соревнуются две команды, вы, может быть, в книжку увлеклись Нет, на самом деле я люблю обе команды У меня есть два любимых игрока Это Лиза Авдеенко и Борис Левин Поэтому, в какой бы команде они ни играли, я буду болеть за их команду Они не участвуют Они не участвуют Значит, тогда я за справедливость Девятый раунд Нормально Два вопроса, ребят Два раунда Хорошо Господин Козлов У нас такие сегодня многословные И Аскеров, и Борщевский просто восхитили меня Скажите, пожалуйста, ну а вы Объективы Вот вы мне говорили, что не очень хотите играть в финале Почему? С чем это связано? Просто, если по-честному, сил нет никаких Вы так, выдохлись? Ну, наверное А потом Если я сейчас буду болеть против Балаши Косумова команды То это разрушает еще сильнее даже, чем предстоящий финал там возможно Вы посмотрите на стол Остались и Блиц, и Супер Блиц, и 13-й сектор Я очень надеюсь, что ребята все равно выиграют За себя и за того парня А тот парень, это я так понимаю, вы Это я Блиц Так, три вопроса по 20 секунд обсуждения над каждой Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на три вопроса подряд Причем, господин Косумов, посмотрите на стол А если вы сейчас проиграете Блиц, да? То велика вероятность, что все закончится сегодня Супер Блиц Поэтому, сосредоточьтесь Внимание, вопрос первый Господин Косумов, сначала скажите, сколько сотрудников у вас в подчинении? Около 600 600 Раван Рагимли из Уфы просит вас закончить мысль известного бизнесмена Уильяма Ригли Если два сотрудника всегда во всем согласны друг с другом, значит одного Надо уволить Нет смысла держать двух одинаковых Что еще может быть одного? Повысить Что еще можно сделать сотрудникам? Ну заменить Наградить Дать премию Не уволить, а заменить Заменить на человека с другой компетенцией, с другой точки зрения Уволить, потому что это четкое выражение Прошу Одного надо уволить Блиц продолжается, внимание, вопрос второй Господин Галиак Берг Скажите, а вы стремитесь стать великим игроком? Ну, я... Наверное, да, но в такой компании неловко об этом говорить А что вы предпринимаете для этого? Ну, я вот сижу Игорь Пальчевский из Москвы просит вас закончить афоризм Андрея Кнышева В искусстве шел по стопам великих Поэтому... Не пришел Не пришел Видел смены Видел... Так и нет Он, получается, копировал Не стал великим Пришел последним Он, получается, копировал Пришел, не стал плагиатром Снимался плагиатом Умер в нищете Не нашел себя Итак, сначала кто будет отвечать? Кто будет отвечать? Эльман попробует Господин Толыбов Да В искусстве шел по стопам великих Поэтому... Поэтому не оставил следов Не оставил следов? Да Это кто вам сейчас сказал? Это... И кто? Принимание, правильный ответ В искусстве шел по стопам великих Поэтому... И следов не оставил Господин Толыбов Вы несколько порядок не угадали Но это не страшно, наверное Следов не оставил Не оставил следов, а следов не оставил У вас Решающий третий вопрос Господин Косумов Скажите, а вот непосредственных помощников у вас сколько? Трое Сергей Глазунов из Москвы интересуется Что в случае угрозы национальной безопасности Приказывал делать своим помощником Рональд Рейган Даже Если он находился на заседании правительства То есть они не должны быть рядом с ним вообще в том месте Уезжать куда-то А в чем заседание правительства? Значит наоборот его как-то выдернут Даже если он на заседании правительства С кнопкой что-то связано Будите А, будите его Да, будите его Отлично Это хорошо Это хорошо, Димка Давай попробуем Давай Ну это не скучно Прошу, Дмитрий Разбудите Давайте я скажу Итак В случае угрозы национальной безопасности Что приказывал делать своим помощником Рональд Рейган Даже если он находился на заседании правительства Разбудите меня Господин Гасун Да Вы ведь тоже все время спите Ну не все время господин Гасун Он приказал Будите его Дмитрий Авдеенко 5-4 в пользу садоков Десятый, десятый раунд Десятый Молодцы, ребята Все Блиц взяли Счет 5-4 И так вот сейчас выяснится Кто сыграет в финале весенней серии Команде Козлова необходимо Чтобы не играть в финале Просто чтобы на один из двух вопросов команда Косумова ответила И то же самое нужно команде Малаша Косумова А вот если она дважды выиграют телезрители То расстроятся оба Как я понял Я правильно вас понял, господин Козлов? Абсолютно правильно, господин ведущий Но Здесь очень важный Палаш стратегический вопрос Да? Вы видите Там Блиц Супер Блиц И тринадцатый сектор Проскочили Борисов Давайте Против вас играет Редактор Анна Ермачонок Город Борисов Беларуси Внимание Черный ящик В черном ящике находится предмет Подобный Подобный Тому Что 2 мая 1943 года Был сброшен С самолета Пролетавшего Над Сталинградом Но снаряд Не попал Точно в цель Из-за чего Пришло и содержать Начало одного Мероприятия На 20 минут Внимание Вопрос Что в черном ящике? Футбольный мяч Футбольный мяч Да Поместится Да Поместится Почему футбольный мяч? Потому что они были в окружении Матчи в окружении Поместится Очень хорошо Свисток Может быть тогда Не-не-не Кажется, что мяч красивее Давайте еще придумаем что-нибудь Да Ну Но Какой-нибудь концерт может быть Дивижонская палочка Вот они выполняли Дивижонская палочка Это ручка Карандаш Хорошо А? Ленинградскую симфонию Первый раз в Ленинграде Сполнены ли Хорошо Это очень долго будет собирать? Да А если что-то одно? Еще смотрите, точно в цель не попал Тут как бы Ну он да Принесли мероприятия На 20 минут задержали Ну то есть искали Какие еще тошественные Подожди Он отскочил Ну давайте попробуем Да В припик поместится Аммм Господин ведущий Эльман Талыбов ответит Прошу вас Эльман Нам кажется Что в черном ящике Футбольный мяч Откройте черный ящик Да Футбольный мяч В освобожденном Сталинграде состоялся Первый футбольный матч Рассказывают Что для торжественного Открытия Решили сбросить Самолета Мяч Он точно не попал На поле И пока его искали Пришлось одержать Мероприятие На 20 минут 6-4 в пользу Сладоков Счет 6-4 в пользу Сладоков Команда Балаша Косомова Одерживает победу Над телезрителями И выходит в финал Весенней серии Вот имена победителей Дмитрий Авдеенко Денис Галиакберов Юлия Лазарева Сергей Николенко Эльман Талыбов И Балаш Косомов Господин Косомов Как вам удается Играть ответственные игры Без Суперблица И 13-го сектора Вы Я так понимаю Что вы как-то с волчком Вы какие-то дары ему Приносите Да? Мы находим общий язык Господин ведущий А так Господин ведущий Знаете, сегодня было очень страшно Страшнее, чем когда-либо Потому что Проиграть день рождения Юля Это было бы Очень некрасиво Господин Черемисинов Кто из знатоков Сегодня был лучшим? А, Дмитрий Авдеенко, господин ведущий Дмитрий Авдеенко Я вас поздравляю Господин Братенбикер Кто получит приз За лучший вопрос? Господин ведущий 150 тысяч От банка ВТБ Получит Валерий Белянин Из Якутска За вопрос о моряках Но не потому что У него внушительное видео Было такое Погона А потому что Весна, моряки, любовь 190 тысяч рублей Призового фонда Остались неразыгранными Сыгранными И вся эта сумма Поступает В призовой фонд Финала года На специальный вклад Банка ВТБ Теперь там почти 900 тысяч рублей Уважаемые телезрители Финал весенней серии Смотрите на первом канале Воскресенье 18 апреля в 22 часа Вас опять ждет встреча С этой командой С обновленной командой Балаша Косумова А эта игра закончена Спасибо вам за игру Господин Косумов Вы же всегда говорили Что тяжело играть Две недели подряд Как вы с этим справитесь? Вариантов нет Ну Я не помню Что я такое говорил Но раз вы говорите Значит говорим С другой стороны Вы всегда любите играть Мы любим играть Господи ведущие И мы Что-нибудь с этим надо будет поделать Потренируемся Пообщаемся Увидимся с вами Через неделю А на прощание Победитель национального отбора На конкурс Евровидения 2021 Манижа Манижа Поле, поле, поле Я ж мало Поле, поле, поле Так мало Как пройти по полю Из-за дня Как пройти по полю Если ты одна Что летят ручки Ручки А кто подаст мне ручку Где пачки? Без поколевиков с ночи до утра С ночи-ночи ждём мы корабля, ждём мы корабля Очень очень ждём мы корабля, ждём мы корабля, ждём мы корабля А чё ждать? Встала и пошла Every Russian woman is in love You're stronger now you're gonna break the wall Every Russian woman is in love You're stronger now Шоптом хорохорится, ой, красавица Ждёшь своего юнца, красавица Тебе уж за тридцать, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы На день подлиннее, на день покороче Рослабь из отца, делай то, что не хочешь Ты точно не хочешь, не хочешь, а надо Послушайте, правда, мы с вами не стадом вороны Прошу, отвалите Теперь зарубите себе на носу Я вас не виню, а себя я чертовски люблю Борются, борются Все по кругу борются, да не молятся Сыр без отца, дочь без отца Но сломанной фэмбели не сломать меня Борются на руку Ха, huh Ха, hey, hey Ха, такаааааа Д activи салт миг свальцы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА